Друзья, это канал МиниТрактор, всех приветствую. И вы много раз просили снимать обзоры, показывать какую-то бюджетную технику. Два четверки, сороковки и тому подобное. И при этом, чтобы это было дальше все по-божески нормально и качественно. И как раз звезды так сложились, что к нам несколько дней назад приехала целая фура с города Днепропетровск. И это на секундочку самый недорогой в своем классе. 24-сильный, полноприводный, мини-трактор с кабиной, трехсилиндровый. В общем, все как вы любите, максимально достойный и максимально дешевый. Поехали смотреть обзор. Помимо всего того, что вы, может, знаете про ДВ-шки, и я, честно говоря, когда первый раз ее увидел, я многим моментом удивился. Потому что за свои небольшие деньги, которые они всегда делали, так что максимально, в общем, на всем экономили, стояли и другие моторы, и стояла там трехточка со сварными швами. В общем, много мелочей было, к чему можно прикопаться. Кузов, открытие капота без газовых упоров. Теперь ДВ-шка начинает, не поднимая цену, поднимая качество. И какие-то приятные мелочи, приятные бонусы, начинаются вот буквально даже с открытия капота. Когда в ДВ-шке были упоры, защелка удобная, не вот эти петли дебильные, тут стоит КМ-овский 395-й кентавровский трехцилиндровый двигатель. Помимо того, что там два иншанасоса, помпа в радиаторе, все как везде, вместо двигателей ДД, вместо двигателей там GD и прочего всего, куда-то, чего только в ДВ-шке не пихали, на этот раз уже стоит кентавровский, КМ-овский, такой как в Дон Фэнгах, такой как в Джинмах, самый вами любимый популярный мотор. Потому что он за годы, сколько существуют такие бренды, как Дон Фэнг и Джинма, обрел какую-то репутацию, как все-таки надежность. И, собственно говоря, вот он в ДВ-шке. Если Дон Фэнг с хабиной мы могли взять за одиннадцать сороковку, вы можете взять ДВ-шку, за сколько, скажу в конце видео, но тут этот мотор. И на самом деле моментов, в которых она стала лучше, помимо мотора, еще множество. Взять даже какие-то банальные мелочи, до которых раньше можно было докопаться. Допустим, вот тут сварные швы, допустим, не было защиты на лоб, допустим, вот такие какие-то вещи. Да, все равно ДВ-шка остается ДВ-шкой. Тут дешманский, можно сказать, простой самый кузов. Тоньше металл. Тут вот так вот, таким образом, проводки, бывает, висят. А тут в двадцатьчерках, в сороковках, в принципе, дублируется коробка и задний мост. Они одинаковые шофтех, шофтех. Но, тем не менее, они начинают поднимать качество и не поднимать цену. Это приятно, потому что он все равно остается дешевым и он становится лучше. Давайте посмотрим кабину. Зеркала идут в комплекте, левое и правое. Ну, не установлено, покуда транспортировки, при транспортировке они повреждаются. Радует еще что. Раньше давался деревянный ящик, беспонтовый, в котором просто все было кучей навалено. Теперь, помимо ящиков, где есть прокладки под двигатель, под головки, простите, есть еще вот такой чемпотанчик. Да, он тоже, короче, такой просто китайский кусок фольги. Но, тем не менее, он хотя бы железный. В каких-то мелочах за минимально возможную цену они как-то что-то улучшают, это радует. Именно завод ДТЗ и Днепр, и вот эти все ребята. Садиться стало удобнее, потому что боковая кулиса теперь и в кабинниках, и в маленьких, и в больших, во всех. Кабина, конечно, не евро. И до евро ей далеко, потому что в полу дыры можно засунуть туда, в кулак. Кабина эта нужна для того, чтобы на вас не лил дождь, для того, чтобы вам плюс-минус было как-то от погодных условий вы были защищены, к примеру, зимой там идет снег и так далее. Тут есть печка. И печку они поменяли, ё-моё. ДВ-шка реально-то радует. Слушайте. В общем, печка с вот четырьмя такими вот регулируемыми дуйчиками, плюс тут еще есть отверстие для... В общем, я не удивлюсь, если скоро сюда поставят как бы и кондиционер, как в Ваволе. На самом деле и ДТЗ поднимают уровень, аж по их становится лучше, там становится лучше сидение, прикуриватель добавляет, чтобы заряжать телефон. Тут прикуривателя нет. Тут, короче, прикуривателя нет, но сам трактор, вот какие-то моменты вот такие мне нравятся больше. Осталось еще добавить кондиционер и убрать этот позорный вентилятор, и все будет вообще супер. Но я понимаю, за такие деньги, в такой бюджет трактора с кондиционерами делается, что есть с трактором вот по такой цене, да, это остается самым таким бюджетным и проверенным вариантов. Места достаточно, рычаги сбоку, сидение на пружинах, сидение, скорее всего, надо будет менять. Рычаг передач, вот пониженный, повышенный здесь, 8 плюс 2, стандартная абсолютно раскладка передач, есть и реверсивная модель такая. Есть такие же сороковки, есть такие же сороковки без кабины, с кабинами. В общем, вся вот эта линейка, и они отличаются от конкретных, в первую очередь, тем, что если бы рассматривать там, Донфэнг и Джинмы, то это идет где-то в среднем на тысячу условных единиц дороже, а то и на две, если брать там сороковки с кабинами. Эта же техника попроще, и несмотря на все косяки, с кузовными моментами, с тем, что там ходовка дублируется, с тем, что там, допустим, есть какие-то втулки мелочек, вот какие-то мелочи, втулки там, допустим, допустим, тяги на рулевом, бывает там разлетается что-то вот такое. Но, честно говоря, во многих китайцах подобные вещи тоже существуют, ну и которые стоят на порядок дороже. А это все-таки ДВшка на старое, на проверенное, и мне, честно говоря, ну, как вам сказать. Ну, я вот, мы до этого делали обзор, снимали 504-го лавола. Там, конечно, намного круче, намного приятнее сидеть. Но он и стоит 14 тысяч. А за такие деньги, как бы он с кабиной, он тяжелый, он может что-то делать. Вы можете себе подцепить там фрезу, метр сорок, метр шестьдесят, даже если это сороковка, там даже, наверное, станет метр восемьдесят. Можете подцепить косу польскую, можете поставить лопату, можете поставить без проблем погрузчик, можно увеличить количество гидровых, штатных, потому что тоже стоят нормальные, адекватные НШ-насосы, которые способны, там, с погрузчиком вы сможете работать. Можете использовать его для уборки территории, для каких-то коммунальных работ, там, допустим, щетки, допустим, там, чистить снег лопатой. В общем, функционал у него фактически, практически, ничем не ограничен. Охраничен только, собственно говоря, ресурсностью этого трактора, потому что, если брать Дон Фэнк, то, конечно, сыпется он реже, потому что там и коробка, и мосты более качественные. Здесь же чуть-чуть качество ниже, и, соответственно, иногда у вас будут выстрелить какие-то там полонки, там шестерня, там, короче, какой-то редуктор и все эти вещи. Ну, и, естественно, так как это дешевле, это дешевле и чинить. Поэтому, если у вас объем график работ не очень прям уже-таки загружен, то вот такой вариант максимально для вас, потому что за эти деньги вы получаете уже и трактор, и заводскую кабину, и все это запаковано, поставлено, и залито, и, грубо говоря, у вас дома. Итак, друзья, ну, я по-любому знаю, что вы напишите в комментариях, какая-то все фигня, надо взять Дон Фэнк, это все говно, а не трактора, я все это читал. На самом-то деле, какая есть альтернатива? Потому что это, несмотря на все, вот, его минусы, которые я тоже говорю, кузов так себе, ходовая все везде 24-шная, кабина просто от дождя. Мы в Дон Фэнке 24-м, в Фотоне тоже кабины от дождя, еврокабина начинается от 15 тысяч, что-то сильно мощнее, на больший ресурс работ тоже дороже. Вы можете взять, к примеру, за 8,5 фатона с кабиной 24-го, вы можете взять за 7,6-сот, за 7,8-сот, допустим, с кабиной, там, какого-то Джинму 264Е, да, к примеру, с кабиной, которая, в принципе, тоже очень похожа, там, не сильно лучше. Либо вы можете взять такое до 7. Друзья, ДВ-шка 244, ДЦ реально пользуется популярностью. Если не верите мне, посмотрите отзывы на канале, на нашем Ютубе от реальных людей, кто такой-то техникой пользуется. У нас есть там отзывы и по ДВ-шкам. Или можете просто погуглить в Ютубе. Друзья, это техника, которая за свои деньги работает, и она становится лучше. Вот, собственно, суть этого видео. У нас еще будет много обзоров по такой технике и по другой, которую вы еще не видели. Поэтому, кто не подписан, обязательно подписывайтесь на наш канал Ютуб, переходите, смотрите наш канал в Инстаграме. Если вам будет интересно изучать всякие новости про трактора, про навеску и про все остальное прочее, можете подписаться на наш Инстаграм и тогда не пропустите и новые цены, и, собственно говоря, новинки. Ну, а кому интересно посмотреть, что почем, какие есть модели, внизу также есть ссылка на наш веб-сайт minitractor.ukr, где все это есть. Друзья, спасибо, что смотрели. Это был канал Minitractor. Всем счастливо, всем удачи, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok